Попав в лагерь к Монолитовцам, я узнал для себя много интересного. Например, они почему-то называют Константина Монолитом. И благодаря нему же не трогают меня. Мне даже разрешили с ним встретиться. Но перед этим необходимо выполнить пару услуг для группировки. Что ж, придётся поработать. Спасибо за вашу поддержку лайками, наливайте себе чай и приятного просмотра. Жестковато! Мягко говоря. Вот скотина! Вот скотина! Всё, отлично. Короче, чё-то тут мутантов прям... Да. А у меня тем временем патронов мало, я же обратно не вернусь. Блин, уж не вернулся. Да не, давай как есть. Так, тут я слышал, что тот тайник крякал. Но, походу, не тут, он внутри. Внутри артефакт есть вкусный. Стоит ли заходить? Да давай, наверное, не будем. Пойдём дальше. Меня мутантов замочили, да? Может, всё-таки в школу тогда с дополнительным квестом зайти? О, куда нажимаешь сохранить игру? Где, смотри, такая красивая картинка? Слушай, наверное, раньше такая же была, что я не помню. Какой-то сейф. Это, по-моему, ещё первая локация, да? Загрузить. Опции. Мне вообще вот нравится. Я помню, вынулся, картинки менялись. В зависимости от того, где ты находишься, да? На какой локации. Это было очень супер. Да, по-моему, только сохранить игру менялось. Точно не скажу. Эх, илси, скучаю по нему, честно говоря. Там новая версия вышла. Но смысла проходить её нет, наверное. Там нового не так много. С той стороны какая-то музыка орёт. Ну, ё-моё. Гимн Советского Союза, что ли? Не пойму. Так, есть тут? Блин, патроны так не напастёшься. Ёйх, там! Что, у меня есть поствол? Нету. Не, вместе не по-любому надо что-то сделать. Что внутрь школы попасть. Круто! Что вообще он непонятный? Ааа! Да ты-у-у-у-у-у-у-у-у! Я испугался! Как? Вот я меньше всего ожидал к Химеру в школу. Я в школу зашёл, чтобы спрятаться от Химер. Оказывается, от Химера есть. Что с костюмом? Ох, убили. Нихера ты пролетела, гадина. Что там? Они еще в аномалии не помирают. Ну да! Через стенку. Вот я вот это рейнджу не люблю, когда есть рейндж-атака. Ну как сказать? Просто дальность у атаки есть? Они что-то особо плотные прям какие-то. Может, не их ножом? Ага, но она уже ранена была. Давай сюда. Ну да. Тут уже чисто добить их оставалось. Да, патронов вообще мало. Если честно, я думал, можно вернуться. Но не, вернуться нельзя, походу. А жаль, кстати. Ладно, разберемся далее. Тут у нас что? Играет музыка вот в этом корпусе где-то повыше, что ли? Играет советская музыка. Ну да, поднимемся, посмотрим. Можно ли ее выключить хотя бы. Вот отсюда идет музяка. Ага, тут закрытая. Заперто реально, прикинь. То есть туда, если попасть, то только позже. Куда нам тогда остается идти? Вот в этот корпус? Потому что там какое-то задание отмеченное. Надеюсь, скримеров больше не будет. И никакие твари на меня не выскочат. А, тут же еще ниже есть спуск. Не удивлюсь, если и он закрыт. Обалдеть, что это за подсобное помещение такое в школе? Такие вообще бывают? Да ладно, тут ничего нет, даже тайника. Ну, вроде поднялся. Молодца! Ну, походу, еще что ли выше? О, сверху артефакт. Могу просто пройти прямо, но смысла нет. Тайник. Где-то повыше вроде, да, вот. Нам надо все лутать. Вот уж повезло, так повезло. А, сюда нельзя обойти? На этот этаж? Скорее всего, нет. Ну что ж, тогда пойдем далее. Верно. Опа, золотая рыбка. Нам надо всегда. А мне нужно как-то туда прям попасть, да? Там еще все заставлено. Не, ну пробежать, наверное, как-то можно. А, вот когда удар. Так и надо. Неприятно, ну ладно. Что у нас тут? Бинокль, пулеметная лента и ПДА. Ага, можно все взять, да? Кроме ленты. Найти уберища Долговца. ПДА Долговца-разведчика. ПДА Долговца, который следил за монолитовцами. На второй месяц меня все-таки вычислили. Зажали в школе. Пришлось отбиваться. Они натравили на меня десяток бойцов. Видимо, их силы в последнее время возросли. Если бы неверно пулемет, все было бы кончено. Все же фанатики подранили меня. Пока отбивался, потерял немало крови. Теперь надо доползти до госпиталя. Там есть тайник нашей группировки с медикаментами. Главное, они вырубятся по пути. Пойду ночью. Ну, пойдем. Долговец с пулеметом. Это, случайно, не наш старый добрый друг Зелус? Вот кто его знает. Посмотрим. Тут будем лазить. Ну, тайничок тут есть в любом случае. Это он? Прикольно. Да. Даже патроны нужные мне в количестве 60. Ну, и в остальном все. О! Оттуда вышел псевдогиг. Там два псевдогига. Йооо. ПОДПИСКИЙМЕР ОХРЕНЕТЬ! Все, патронов нет. Это какая-то жесть. Я надеюсь, что сейчас либо найду мертвого долговца и его пулемет, либо живого, и он мне чем-то поможет. Я внутри. Тут нам, судя по всему, надо наверх как-то приподняться. Да, тут даже есть один. Правда, желтые отметки на карте я не вижу. То есть это может быть вполне какой-то враг. Ну, тайники, разумеется. Бинт. Ладно. В хозяйстве пригодится. О, уже два. Я на отметке. Заперто. Вижу зомби. О, нет. Зомби? Перестрелить его, что ли? Ну, раз есть вопрос, то, наверное, не перестрелять. А что, он попросит с меня водки? Блин, у меня водка есть? Я, короче, вообще спустя рукава пошел на локацию, оказывается. Разумеется, проследовать за зомби. Он меня к двери ведет. Только не говори, что это мертвый долговец. Я бы хотел живую душу тут встретить. Что это он? Дошел до двери. Пробубнил что-то и пошел в другую сторону. Что ключ искать? Все правильно. Сразу что-то тумала нагнала. Эй, страшно. О, вижу желтую точку. Блин, а кто это? Я не увижу. Даже их много. Может, тут монолитовцы? Они же, типа, для меня не враги. Так, и куда он меня в итоге приводит? В угол? Ничего не пойму. Вроде бы я за ним проследил. Но никаких ключей или чего бы то ни было я тут не вижу. Однако он смотрит в ту сторону. То есть, может, мне все-таки надо туда пройти? К людям? Опа. О, вот это да. Повезло. Навалено тут. Ну все, с ним не поговорить ничего. Все, по моим предположениям, надо идти к тем людям напротив. Значит, пойдем. Да, ну это монолитовцы. С ними не поговорить ничего нельзя. О, привет, пока. Ничего, тогда не пойму. Оказывается, с него выпал ключ, я этого не увидел. Ну да, подберем. Открыть дверь. Осмотреть комнату. Все такая в решетке, смотри. Заделанная, забаррикадированная. Ну это та самая комната из превью локации. Выброс. Записка. Вот уж повезло. Тайник. Ого, 120. Прям для моей пушки. Правда, она уже, кстати, сломана. Блин, наверное, давай починим. Потому что я не знаю, как здесь починка, вообще, когда, что. Взять оружие. Ух ты. ПКМ-диверсант. Пулемет, модернизированный техниками группировки Долг. Имеет гораздо более высокий порог износа. Кроме того, значительно облегчен, и с ним можно бегать. Ооо, вот это, кстати, и правда топ. Да, потому что с обычным нельзя бегать. А тут можно, это прям супер. Так, еще есть сколько там? 100 патронов? Ладно, не страшно. Записка. Подбираем. Записка Долговца. Записка Долговца-Лазучего. Подлечился таблетками из схрона, но чувствую себя хреново. Нет сил, чтобы уйти. Подожди, в смысле, я тут не в укрытие? Все, пережидаем в укрытие. Еле успел, как раз уже началось давление на мозги. Нет сил, чтобы уйти. Вокруг монолитовские патрули. Ищут меня. Голодаю. Вчера какой-то зомбак приблудился. Начал выйти под дверь. Я стрелять не стал, чтобы не шуметь. Зомбарь подсунул под дверь консерву. И ушел. Молоток. Мне уже легче. Завтра ухожу к своим. Зылу скрепки орешек. Его так просто не раскусишь. Это все? Конкретно по квесту. Ах, моя консерва тут осталась. Эх, мой друг. Да, квест отменился. Мы просто узнали историю, что случилось с Долговцем. Он выжил, все хорошо. И от него еще и пулемет остался. Ладно, идем, наверное, дальше по квесту. А то скоро совсем патронов не будет. Там может хоть возможность находить патроны откроется. Все, выбор скончился. Время 16.05. Погнали к адепту быстрому. Вау, даже туман рассеялся. Помните это место? Аист на крышу. Остальные за мной. Ну, конечно, здесь должен быть тайник. Вот. Некисло. А там можно было сюда кубышку поставить по приколу. Ладно, тоже неплохой тайничок. Плюс патроны нужные. Вообще, у нас что за квест? Поговорить с адептом быстрым. Да, мне сказали, повыполняй наше поручение, прежде чем мы тебя допустим к Константину. Которого они почему-то называют монолитом. Разберемся. Так, вот и адепт быстрый. Чудесный кристалл. Здорованный звездами. Что нового в храме? Как там великий монолит? И в храме, и у монолита все в порядке. Рад слышать это. Ну что ж. Мне по рации уже передали, что ты придешь. Сомневающийся. Нужна твоя помощь. Надо найти тела наших разведчиков. Они где-то внутри этого здания. В чем подвох? Вход вроде свободен. Они попали в ловушку к мощному полтергейсту, который запер их в комнате, а затем забросал до смерти тяжелыми предметами. У одного из них был ПДА с важными данными. Ты должен забрать его и принести мне. Мне одному туда идти? Не подстрахуешь? Я буду контролировать вход в здание, чтобы тебя никто не застал врасплох. Ладно, сейчас посмотрим. Но как попасть туда, если они забарикадировались? Поищи какой-то способ. Знаешь, наблюдая за окнами во время дождя, я заметил, что с потолка капала вода. Возможно, где-то на крыше есть путь внутрь. Понял. Блин, туман вернулся. Ну монолитовцы, нихрена не хотят делать. Иди играть сам. Тут опять играет какая-то музыка. Что за тягу к музыке? Не, я-то не против, но она же по-любому с авторскими правами. Вижу лестницу наверх. Ляля плачет тут. Тайник. Ну давай. Когда-нибудь были на крыше этого здания? Я нет. А вот дали возможность. Так, нам главное что, эту детину замочить, правильно? Полтергейста. Слушай, а нет тут нигде входа? Да, повнимательнее смотреть. Ага, вот. Ну поехали. Главное, еще ниже не провалиться. Блин, точно. Это будет вообще не круто. Все, отлично, я тут. Класс. Да где тайники? А, вот в чайнике кое-что для меня облежало. Наверное, для полтергейста вот такую дуру мы достанем сразу. Чтоб проблем не было. И тут тайник какой-то. Но еще ниже я не пойду. Может быть действительно надо ниже, кстати? Я хочу все исследовать. А-а-а. Дверь. Сначала думал, все закрыто. Но нет, дверь зачем-то лежит. Ну давай. Опа, вот и они. Слышите звук? Как будто телепорт был какой-то. Ладно, живем. Два покойника. Рашпиль. Куда монолитовца-разведчика? О, настоятель. Враги монолита идут по нашим следам. Мы заманим их в ловушку, чтобы они не добрались до храма. Однако знай, Безликий здесь. Мы видели его. Берегитесь. И дохранит вас всех монолит. Я не хочу пока это подбирать, потому что чувствую, что после этого... Все правильно. ...будет что-то страшное. Выбора, похоже, у меня нет. Поэтому, ну давай. За разведчиками следи. Их загнал сюда не монстр, а кто-то другой. Это было ожидаемо, что кто-то появится. Но я все равно напугался. Военные? Какого хрена? Мужики, не трогайте меня. Я СБУ, майор Дегтярев. Прибыл для выполнения операции Фарватер. Надо разобраться с неизвестными или удрать. Пыли, на что делать? Неизвестный уход в здание. Ввиду бой. Съел пулю, падла. Но все-то конкретно вот по этому вопросу я видел комментарии. Мол, надо их мочить, если есть такой выбор. Ранение вынуждено ступить, держись. Короче, говорили, что нужно замочить, ибо дальше будут какие-то проблемы. Вот такое я видел в комментарии. Не знаю, насколько это правда, но буду мочить. Что уж теперь делать? Блин, патроны, кстати, вообще все пулеметы кончились. Что ты будешь делать? Как-то совсем я неэкономно стреляю. Да мне кажется, особо бы ничего не поменялось. Замочи, я их не замочи. Если бы я их не замочил, они бы еще, наверное, и бегали за мной. Знаю этот мод. А вот такого мне вообще не хочется. О, будет что? Да вроде нет. Хрена, он сюда забрался. Ничего себе он живучий. Ревнобор для оружия. Это действительно подфартило, так подфартило. Логично. Туда-туда. Вернуться к настоятелю. Ого, у него был винторез. Так, где-то вот в этом месте я видел тайник. Слышал. Наверное, по нижней надо спуститься. Короче, я не знаю, правильный или неправильный поступок. Но вот так вот. Пишите в комментариях, что думаете. Тут, я так понял, особого выбора уже нет под конец игры. Кто-то писал в прошлой... Под прошлой серию. Вот. А мне так хотелось посмотреть, что будет, если бы ты их убил, этих монолитовцев. А то все их оставляют живых. А ничего не будет. Все будет то же самое абсолютно. То есть, и просто я их замочу. У них будет на теле ПДА, где будет говориться, приходи туда-то, туда-то. Я тебя приглашаю, Константин. Вот и все. То есть, это уже под конец игры иллюзия выбора. Если там на кладбище техники еще реально был выбор. То есть, там, сохранишь тут туман или уничтожишь. Если уничтожишь, то придут сталкеры. Если сохранишь, то придут ученые. И у тех, и у тех какие-то свои квесты есть. Прикольно, прикольно. Так где тайник, не пойму. То тут с монолитовцами выбора никакого нет. А, давай по нижней, кстати, спустимся. Ой, зря я это сделал. Не понял, что за ключ? Ключ от холодильника. В детском саду города Припять. Флешбеки. Тут нахожу Дигл и немножко так припасов. Дигл это хорошо. Это типа такая отсылка просто к оригиналу, к этому майору. Может быть. Прикольно. Прикольно, здорово. Мне нравится. Коробка, возможно, указывает на выход. И, в общем-то, тут вроде как больше нечего ловить. Поэтому, ну, погнали. Как раз тут два покойника этих. Неизвестный военный. С другой стороны, я думаю, может, я зря замочил военных. Потому что потом они скажут, что вот ты заодно с фанатиками. Тебя надо табло. Такое может произойти. И вот это было, дитя, грустно. Так, ну и раз уж мы рядом с другим знаком вопроса, пойдем, может, до него сходим. Посмотрим, что там. О, это что? По поводу Икзы мне сказали, что на самом деле для Икзы есть улучшение. О, привет. Нихрена вас тут. Подожди, а что у вас так много? Ничего себе. Так вот. Сказали, что для Икзы продаются улучшения в баре, просто они не подписаны. Якобы ошибка разработчика. Опять-таки, может, в новой версии это все исправлено, но тут нет. Так, что это, пламя неужели? Такая прям жирная большая точка. Да, это пламя. Лучший арт на кровотек. Один из самых дорогих артов, в принципе, в игре. По-моему, 18 тысяч стоит. Хорошо, здорово. Погнали дальше, по квесту. Да, опять, что ли? Круто. Нихрена вас тут полтергейстов. Один. Ну вот как раз, наверное, в беседке кто-то сидит. Призрак. Отступник. Персонаж. Он выронил ключ. Ну да, подберем. Осмотреть здание КБО. Ого, три уже. Круто. Тоннер Зомбари. Ключ от нового КБО. Старый ржавый ключ, на бирке которого написано. Нов КБО, служебный вход. Ну, пойдем глянем. Пока ночь полноценно не наступила. 11 человек. Ну, это, скорее всего, зомбики. Может, это даже с пистолета. А, тут прям... Смотри. То есть, без ключа нельзя было в дверь, что ли, попасть? Не пойму. Так он не открывает. Он выронил ключ. А мне залагало, что ли? Подожди. Тю, не знаю. Не работает. Может, другая дверь. Осмотреть здание КБО. Куда ключ отставлять? Мари, все запечатано, чтобы ты еще не зашел. Прям... Ну, конечно, это смешно. По сути, это можно легко оторвать в реал-лайфе. Но сделаем вид, что это неприступная крепость. Но ключ-то не работает. Как быть? Я, вроде, все правильно сделал. А, да? Так отметка же туда была. Ладно, бывает. Так, артефакт, скорее всего, где-то повыше. Попадаем внутрь. Все, можем уже дальше идти. Противогаз какой-то. Допустим, подобрать. Старый противогаз. Вещь, принадлежавшая монолитовцу отступнику. Он хочет, чтобы я все его вещи собрал и похоронил его достойно или что? Ну, дальше видно будет. Вот он. Первый этаж, который весь сгорожен дверями. О, попасть на второй этаж. При этом надо быть максимально осторожным. 11 человек, это не шутки. Скорее всего, какие-то зомбаки. Если что, нападут. Даже как-то стремновато, знаете ли, в таком-то месте находиться. Но пока тут больше ничего. Возможно, просто на каждом этаже по какой-то его личной вещи. Ну, быть может. А я могу дверь за собой закрыть? Вот почему-то раз... А, могу, супер. Чтобы никто за мной не зашел. А то, блин, бывает такое часто в этом моде, что дверь открываешь, а закрыть ее нельзя. И как-то страшно становится. Ладно, еще в лестницу наверх. Опа. Только где тайник непонятно. Выше этажом, походу. О. Да ладно, пусто. Блин, я его упустил. А, ну вот он. Давай, отведи меня. В туалет идет. Потом куда-то в другую сторону. Но в туалете тут ничего нет. А, ну я подобрал вообще-то противогаз, твой друг. У меня как будто к противогазу везет. А на второй этаж-то как подняться? Короче, оказывается. Надо вот так сделать. Тьфу, был квест подняться на второй этаж. Не, оказывается, надо в ящик положить. Замощил полтергейст-то. Вообще, кости тут лежат. А вот хрен его знает. Вот теперь подняться можно. Только найти бы. Подъем. А, ну вот, открылась дверь. Ищем далее. Опа, а что это вас так много? Ни хрена себе, так это вы все считаетесь. Поэтому тут 10 человек. Опа, вот и кейс, в который надо что-то положить. Не кисло. Ну так. О, детектор. Необычный. Вещь, принадлежавшая монолитовцу отступнику. Ясненько. Все правильно. Кладем на место. О, еще одна. Комнатушка. Прикольно. Здесь тайник простенький. Фляжка. Убить полтергейстов. Да ладно. Где же они? Да помри что ли уже? Третья этажка была. Офигеть. Не пойму, а это специально так лежит, чтобы я мог запрыгнуть? Или как? Да, не вряд ли. Ну вот я и на третьем этаже. Теперь тут ищем. Рация. А это что? Молитвенник еще. А еще что, должно быть третье? Офигеть. Вау, сейф, кстати, сломать можно. Прикольно. Взломал. Красный прицел, это с автозахватом что ли? 5 Диопри со встроенной системой захвата цели на основе тепловизора. А еще и тепловизор. И водочка, кстати, мне сейчас нужно. Неплохо, ладно. Так, теперь ищем. Ага. Кто-то удерживает дверь. Не полтергейстов, случайно? Или потусторонняя сила? Опа, вот это себе лодочка. Плюс кушать хочется. Не могу что-то найти. Еще одну комнату. А, вот, все, супер. Кладем. Наш молитвенник. Все. Снова убить полтергейстов. Ох уж эти полтергейсты. Мне, наверное, поближе подойти. Логично. Да, отдача бешеная удегла. Мне кажется, я вообще не попадаю. Так и надо. Вот, скотина. Так, первый готов. Второй, видимо, улетел куда-то. Кости, главное. Походу, эти призраки превращаются... ...в кости, когда их мочишь. Вернее, когда находишь детали, они, типа, их души успокаиваются и появляются полтергейсты. А полтергейсты, не знаю, может, это демоны, которые их души удерживали. Опа, тут лесенка. Верно. Ну, давай. О, пошла ка сценке. Блин, небо такое розовое. Малиновый закат. Класс. А, тут постоянно заново анимация, смотри. Шаг назад сделал, потом вперед, и опять анимация. Все понятно. Ну, ладно, для облегчения жизни, видимо. А, это что, чтобы я спрыгнул вниз? А, реально обходка, кстати, смотри. Ну, разраб. Анимация. Ну, как сказать, не анимация, а сценочка такая короткая. Так, ну что, теперь тут искать? А там уже какой-то телепорт, что ли? А, ну. И правда, меня перемещает куда-то. О. А он даже так называется, схрон отступников. Где тут тайник? Вот он. Некисло. Ой. Ух ты. Чайник? Это твой? Разберемся. О, черевички. Это нам тоже надо. Черевички сюда подошли. Ложка. Чисти, чисти. Чуть там светится, не пойму. А, это монолитовские приколы. Так, а это что? Ну, сюда нужно что-то еще положить. Отлично. Дальше. А я помню, в туалете, по-моему, было. Да. Чайник. Смотри, они прям с желтыми отметками были. Потом красными, потом сдохли. А, это их души все-таки превращаются. Вот скотина. Я помер, прикинь. Осмотреть пятый этаж. Погнали. Три человека осталось. Круто. То есть еще три предмета найти. Блин, тут меня не выпустят, да? Обождаю так, как-то по краешку пройду. А ну. Блин. И камнем вниз. Фиксируем схрон отступников. Еще один схрон отступников. Три штуки должно быть, правильно? Так, гармошка. Плюс тайничок. А здесь у нас сигареты. И корыто. Давай раскладывать. Сюда спички, допустим. Ага, видишь? Нет, тоже мой звук обязательно. Вот так вот. Звук есть, а сигарет. Сюда спички. Нет, гармошку. Нет. Так, звука нет. Или есть? Ладно, окей. Ищем еще один схрон. И убираем сюда гармошку. Все, подошло. Убить полтергейстов. Минус один. Все правильно. На самом деле, видишь, есть время. Чтобы их замочить. Собраться на крышу. Ух, собака, стрёмно, блин. Вот, открылся у нас проход. Блин, темно, жесть. Просто темнючая Припять. Посмотрите на это. Спасибо. Ой, я еще генератор случайно запустил. Ну, это я правда случайно. Тайник просто обыскал. Так, он предлагает забраться наверх. Даже выше еще. Куда-то в эту сторону. Сюда. Ладно, погнали. Обязательно надо будет в квартиру Дегтярева сходить. Мне прям интересно, что там. Кажется, разработчик по-любому там что-то сделал. Потому что это супер уютная коморка. Да ладно, артефакта нет. Подожди, а ведь на карте был артефакт. Ну, видимо. А, или подожди, пока не зарекайся. Да, тут очень вкусный артефакт на выносливость. Просто бомбезный. Плюс 6 восстановления. Ух, какой он прям бустит. Но у меня сейчас не до этого дела. Пошла катсценка. Нихрена, правда, не видно будет всю ночь. Я тут, блин, до ночи я тут провозился. Так, фиксируем монолитовца. Бродягу, кстати. Да, это бродяга. И камнем. Извиняюсь. В бой защитники монолита сиганул вниз. Где тайник? Ага. Вот ведь подфартило. Я его там вообще найду. А вот хрен его знает. Блин, что с интересом-то прицел не снимается. Я еще и ночной не взял. Но я отвратительно подготовился. Зато сейчас не скучно играть. Представьте, если бы у меня было там тысячу патронов. Все это. Скучновато. А так есть интрижка. Нихрена себе. Там на здании горит костер. Вот на этом. Нам там надо будет побывать когда-нибудь. В бой защитники монолита скаканул. Значит, ящик. Есть 20 снайперских. И еще всякая помелочь. Водка. Поднять ПДА. Выполнено забраться на крышу. Что у нас в ПДА за информация? ПДА лидер отступников. ПДА лидера группы монолитовцев, которые откололись от своей группировки из-за расхождения во взглядах. Пишу под проливным дождем. Эта зона оплакивает моих братьев. Я должен рассказать все. Иначе совесть не даст мне покоя. Я разочаровался. Это случилось после моего участия в тайной операции по внедрению в общество сталкеров. Тогда я с несколькими помощниками под виду потерявших память были посланы к Янову. Цель была такова. Ступить в одну из группировок. Внедриться в их ряды. И поставлять сведения своим братьям в Припять. Все прошло почти гладко. За исключением того военного, который сам всех обманул. Он спровоцировал бойню у храма Прометея. А я не смог его раскусить. Тогда настоятель простил меня. И вновь отправил на Янов с другой миссией. Нужно было захватить лидеров группировок в плен. Я сделал это. Настоятель обещал, что все обойдется малой кровью. Но когда его снайперы стали убивать всех, кто там был, я понял, что это обман. Полилось много крови. Где был Монолит? Как он смог такое позволить? Тогда меня так и не допустили к нему. И я решил уйти. Со мной пошли еще 11 братьев. Мы забаррикадируемся в этом здании. И будем истреблять всех, кто посмеет противостоять истинной воле Монолита. У них еще и какая-то своя истинная есть другая воля. Ёлки-палки. Так, мы находим СВУ МК-2. Это обычная СВУшка, как я понимаю. Да. Не, ну неплохо, кстати. Патронов, правда, кот наплакал. Но нормально. Так, ребятня, нам с вами что нужно-то? Спуститься как-то отсюда? Да добраться до Прометея, чтобы поговорить с ними. Как я буду спускаться без понятия? Не, ну как обычно. Продолжение следует...